Добрый день, дорогие друзья! Начинаем с конференции, предназначенный командир Байр, 5-го года, в 40-м году чемпионом Катус Никлана, тренер команды «Великого Четвертого» футболиста Алексей Миральчук. Безусловно, у нас есть переводчик, замечательный Мурат. И сначала попросим Мурата для учеников, в институте присутствует у нас в Родке из Германии. Здравствуйте, приветствуюсь к пресс-конференциям. Зак-зуфу в 5-м шпильзаке для Кёнигскласса. И вопрос о том, что у вас есть мировые коллеги из «Дольчей Мастер-Энергии». Никого из Германии? Просим из конференции, да. У вас есть премьер-производство. Друзья, тогда традиционно поднимаем руки, представляемся, говорим, кому вопрос не задаем. Пожалуйста. Николай Четверт, два вопроса. Первое, поздно, по игре. Вчера ваш ученичный, моборитный «Святам локомотива» Сергей Овчинцев сказал в своей пресс-конференции, что в это время года очень сложно играть. Команды в конце сезона, в конце первого и третьего чемпионата подходят истощенным физическим и моборитным планом. Что может ты сказать по своей команде? Какие-то трудности в физическом и эмоциональном плане есть или все нормально? Доля истины в словах Сергея, наверное, есть. Он, наверное, знает, о чем он говорит. Потому что он давно в футболе и как футболист, и как тренер. Если бы по конкретней к этому периоду мы сыграли основные игроки, это были национальные сборные. И постоянно играют у нас в ходе, где-то предвиде, там было 28-ми игроков. Это достаточно достаточно все-таки достаточно большая нагрузка. То, что нас конкретно касается, у нас есть проблемы сегодня. Проблемы такого характера, романтизма. Много, причем основных игроков, которые именно в этот период выпали. Дальше. С чем это связано? Наверное, вот в октябре надо еще проанализировать. Ну, связано это с тем, что, во-первых, была неоднородная подготовка к сезону. Они готовились полный цикл обмели, другие недельный цикл обмели, третьи сборники приехали вообще накануне. Вот. Ну, это тоже играет роль, потому что база такая, она все-таки не была в салоне. Ну, это часть жизни, часть нашего футбола, нашего чемпионата. Матч завтра состоится, мы к нему готовы, мы готовы подписать. Спасибо за разговор. Илья Павлович, извините, что на эту бесконференцию задаю, но общество вас очень беспокоит. Слуги последний месяц ходят, что стадион, где мы сейчас находимся, чуть ли не сносить собираются. Хотелось бы от вас установить. Это не ко мне вопрос, это вопрос к руководителю, генеральному директору. Наверное, такая переконструкция нужна, потому что этот стадион уже больше 15 лет, поэтому по конкретнее объясняю. Спасибо. И ко мне. Но слуха во сносе нет. Точно, да? Это можно возраст. Слуха, во сносе нет. Ну, все, я вас понял. Антон Биялов, переспондент вас Алексеев. Алексей, какое самочувствие у вас перед матчем? Может, какие-либо предчувствия? И сразу второй вопрос к закону. Если Баев сравнить с Шальцем прошлогодним, вот насколько команды разные, другие и прочее? Состояние нормальное, готово к этому циклу, поэтому мы уже привыкли к тому же две игры два на третьего, третьего на четвертого, поэтому организм привыкли к тому. Чувствуется отлично, видимо, что завтра были готовы уже на 100%. Что касается сравнения Шальки, как может быть? Ну, наверное, какой-то можно произвести какой-то параллель, каждая команда своя какой-то свой стиль игры, поэтому просто нести все сравнивать, есть соперник, есть разбирание, так же сравниваться от него, поэтому с нами это не хотят, есть соперник, есть играж, и они есть на результатах. Мирик Павлович, в твоей нежданой презентации появлялась информация о том, что Вильяр Чорлов получил предпочтение матча Стамбова, может не сыграть, но вопрос, если на все эти в порядке, не сыграть, не сыграть. я вам честно скажу, я сейчас никакого ответа никакого не заставлю. Следующая тренировка и завтрашнее утро, оно покажет состояние травмированных, полутравмированных и здоровых человек. Вопросы? Если вопросов больше нет, мы завершаем решение. Спасибо. Приходите к прикрытию в поле в более подличном состоянии сейчас посмотрели, стояли. В идеале будет хорошая ситуация. Спасибо.